Кому надо по шаманам бегать, да, кто-то кротов режет, как ты говорила, кто-то еще что-то делает, ну здорово, наверное, им нравится это дело, но зачем? У тебя же на самом деле все до такой степени просто, да, то есть все, что у тебя есть, это нейронные сети. Нейронные сети запускают твою центральную нервную систему, да, то есть через старый мозг, который живет до сих пор в каменном веке. Этот старый мозг привезен к позвоночнику, это ощущение. То есть какие мысли пришли, ты с ними отождествился, ты получил ощущение. Очищение на определенных фибрациях раскручивает твои чувства. Вкупность ощущений и чувств ты выстреливаешь в эмоции. И какого качества у тебя будут эмоции, да, то есть в каком частотном резонансе выйдут эти эмоции, оттуда придут новые мысли, притяжение. Закон притяжения, он так, он и работает. Можно, конечно, делать все, что угодно, но понять одно, что у тебя есть, в принципе, у тебя кроме желаний, твоих ничего нет. Потому что все остальное, оно просто не имеет никакого смысла. Это всего лишь экзертисы твоего мозга. Когда ты заходишь в момент осознания, да, и проживания, ты просто находишься здесь и сейчас. И в этом здесь и сейчас есть твои определенные чувства, эмоции, чувства и ощущения, которые рождают определенные эмоции. И этими эмоциями ты притягиваешь, в принципе, то, что происходит вот здесь. То есть твой наблюдатель создает твое наблюдаемое, закон квантовой механики. Когда ты чувствуешь, что ты начинаешь заводиться, так, стоп, а что сейчас происходит? Какой наблюдатель вышел? Кто там внутри тебя вышел? И как только ты начинаешь смотреть, кто внутри тебя вышел, ты начинаешь идти по нейронной сети. И эта нейронная сеть просто, ну, ты заходишь до той самой протоплазмы, для спекания от этих, там, где эмоциональная память. И как только ты ее проживаешь, я показываю тренинги, как это делать, это делать очень легко. В принципе, основные такие моменты, те, которые вот происходят сейчас, да, глубокие, там, да, там нужно зайти в измененное состояние, зайти в подсознание и оттуда найти эту ситуацию. А вот те, которые на поверхности, которые вот в ближайшее время, там, муж там что-то сказал, да, ты как-то не приняла, то есть кто не принял-то? Такая компетенция. И вот это вот на бытовом этапе, вот прямо сейчас, это можно отлавливать очень легко. И если не погружаться в ту глубокую память, которая происходит, то, в принципе-то, ну, вот на моменте здесь и сейчас можно жить легко и счастливо и здорово. Это правда будет кайфово? И это кайфово будет притягивать те желания, которые, в принципе, ты, ну, которые ты желаешь. Не цели ставить себе, да, не добиваться их, не бороться, не стремиться, не доказывать всем, что тебя нужно любить. Ну, давайте, наверное, последний вопрос задавайте. Почему последний, да, опять же, да, вот момент, последний и крайний, мы же все привыкли, да, смотрите, как нам вот эту социальную шизу включают в голову, да, крайний. Это я стою на краю, все, вот он, край, да, то есть, и говорят, что вот если скажешь последний, то как бы это вот, ну, последний, да, а крайний, типа это вот, еще что-то потом может прийти, нет, на краю может прийти только пропасть, ты можешь просто упасть и все. А последний, это аспект бытия последующий, то есть за этим придет что-то другое и будет довольно-ки комфортно. Но нам нельзя говорить последний, да, ну, кто-то вот решил, да, и все говорят крайний. Ну, да, наверное, здорово. Ну, каждому опять же свое, так же, как добиваться, да, добивать себя. Ну, мы же все добиваемся, боремся, стремимся, там, еще переживаем, да, пережевываем, вот это вот все вот в животе, пережевываем, пережевываем. Ну, больно, конечно, наверное, да, здорово, тоже кайфово. Там кластер нейронный, это, ну, это огромная электростанция, причем атомная электростанция. Там такая сеть нейронов, такая взаимосвязь этих нейронов, такая взаимосвязь вот этих вот ролей, которых ты выставляешь в определенный, потому что, опять же, да, ну, представьте, три субличности, ребенок, это целый кластер нейронный, да, то есть там вот именно все компетенции детские, да, там все твои, эти сценарии, которые ты выставил, родитель, это другой кластер, это надо важно, здесь уже хочу никакого отношения не иметь. И могу, взрослый, вот эта могучка, которая может, да, которая практически всегда травмирована, потому что, почему мужик-то лежит на диване, как, красивое слово, я вот так люблю, прокрастинация, смотрите, как звучит, да, мужик просто на диване лежит, бесцельный, потому что ему больно, он что-то, что-то вот именно пытается, борется, да, а ему все больнее и больнее, как тому лосю, говорит, я пью-пью, а мне все хреновее и хреновее. Да, потому что, ну, можно, конечно, идти дальше добиваться, полежать на диване, получить какую-то силу, выйти, опять добиться разочек, другой об стену башкой и опять на диван лечь, да, и вот он утром выходит, добивается, а вечером у него уже сил нет, у него даже на жену сил нет. А когда еще жена играет роль мамки, да, а не женщины, ну, когда она заходит, там, к нему в спальню, да, то есть он еще помимо того, что добивается, он еще в постели мамку, а с матерями не спят, да, и вот эти вот моменты, да, и кого, что он делает, ну, в конце концов, просто идет к какой-то другой женщине, ищет там какую-то теплоту, секс, потому что от мамки там, ну, там другая любовь, не та, которая ему нужна в данный момент, и там, как у Берна, да, начинаются играть игры, проиграл, выиграл, выиграл, проиграл, и проиграл, проиграл, то есть вот эти вот в системе выживания, там, вот эти вот игрульки, а когда ты смотришь на это сверху, ты просто понимаешь, что в этом нет никакого смысла, ты просто проживаешь опыты, и ты переходишь в момент наблюдателя, а вот пятый тренинг как раз, ты смотришь не наблюдателем, а как создается это наблюдение, это тоже удивительный момент, то есть найти, увидеть, как это все происходит в твоей голове, откуда это все берется, основа вот этого всего, вот того, как эти наблюдатели рождаются, тоже удивительный момент, вот первые четыре мы смотрим за самих наблюдателей, вот что они наблюдают, и они видят, что, а в пятом мы уже начинаем учиться смотреть, как наблюдать за самим наблюдателем, тоже прикольная штука такая, да, ты, в принципе, осознаешь, что этот аппарат эго, да, это вообще отдельная машина, которая там создает какие-то мысли, формы, ну, то есть там копошится, что-то делает, и в этот момент тебе же все-таки позволяет остаться вот здесь на земле, со своей ответственностью какой-то, да, то есть там, ну, с какими-то проживаниями, переживаниями, ответственность за детей, ответственность за создание благополучия, в конце концов, да, потому что если у тебя не будет благополучной жизни, ну, ты будешь здорово, да, там, ну, кайфово, ты будешь такой духовный, бедный, у тебя будет все хорошо, а как от этого детям будет твоим, ну, по-честному, да, кто позаботится о них, чтобы они вышли в ту же самую жизнь и пришли к тем же самым пониманиям и прозрениям, которые происходят с тобой, тоже такой момент очень интересный, да, такая уже даже, можно сказать, не духовная ответственность, а духовная воля, что ты пришел на землю здесь, там, и дать возможность детям двигаться вперед, потому что если у них не будет получаться в благосостоянии, их это будет, их все равно это стащит выживание, однозначно, однозначно, то есть в систему жития может зайти либо человек верящий, что с ним произойдет именно его желание, да, и он придет к нему легко и спокойно, да, либо человек уже, который в благосостоянии, да, который, ну, понимает, что ему не нужно думать об этой ответственности, а когда у тебя есть ответственность за своих детей, за своих близких, за свою семью, там, за своих родителей, какие-то моменты, да, ты понимаешь, что это иллюзия, да, ты прекрасно это осознаешь, но тем не менее ты понимаешь, что и это делать тоже нужно, там, случилась, там, с твоими детьми какая-то ситуация, да, ты бросишь все и поедешь, там, ну, решать эту ситуацию, да, какой бы ты духовный ни был, ну, если ты не идиот, да, иди от, идти от себя, то есть, а если ты дурак, ты скажешь, вот это да, да, ду это около, рай это солнце, и пойдешь это делать, ну, классно, да, ну, вот такая ситуация, и понимаешь, что они в порядке полном, и что все, что происходит, в этом нет никакого смысла, они себе это сами придумали, ну, показать им эту ситуацию и дать возможность им жить в благосостоянии, радоваться, любить, да, привести их в это состояние, наверное, ну, вот таким образом, ну, мне такая метафора очень нравится, да, то есть, вот вы лодочка в море, в этом большом-большом удивительном море жизни, и то, что дается на тренингах, это просто вот, ну, к вашей лодочке, прикрепляется двигатель, который движется, движется согласно вашей жизненной силе, то есть, та энергия, вот именно вашей жизненной силы, то есть, то частотное, те частотные вибрации, которые есть у вас, это ваша жизненная сила, ну, то есть, прана, так называемая, духовная, чем ниже внутреннее состояние, непринятие вот этих вот внутренних ролей, которые там есть у вас, да, именно вот этой глубины непринятия, да, мы же должны быть хорошими мы же не можем быть плохими она закрывает то есть это дает возможность бороться стремиться добиваться и тогда просто жизненная сила ваша уходит на это то есть вы ее просто сливаете в унитаз а этот моторчик дат вам возможность двигаться вашей лодке из пункта а в пункт б но удивительная вещь что море от этого не меняется там также есть штормы там также есть какие-то волны там стиль прочее прочее времена года так называем ваша лодка просто идет идет по этой жизни легко и комфортно и все больше в этом больше нет ничего если он не будет этого мотора да вас будет шкивать по этому морю будет шторм вас будет шкивать будет штиль вы будете стоять а так вы будете просто двигаться двигаться к своей жизни причем не ставят там какие-то цели задачи там прочие момента просто вас будут желание желание там быть здоровым желание быть желание быть желание быть там успешным желание получить квартиру там пожелание получить там такой-то автомобиль да то есть как он придет и какая разница главное что он приходит это дальше так здорово а и а и а